Телеигры. Так, Бен, вы участвуете в телеигре, и вам дана возможность выбрать одну дверь из трёх. Ясно? За одной из дверей новый автомобиль, за двумя другими самокаты. Какую дверь выберете? Номер один. Бен выбрал дверь номер один. Теперь ведущий, которому известно, что находится за каждой из этих дверей, решает открыть другую дверь, например, дверь номер три. И мы видим, там самокат. Дальше Бен. Ведущий спрашивает, Бен, ваш выбор остаётся за дверью номер один? Итак, стоит ли вам изменить свой выбор? Да. Ого! Но ведь ему известно, где машина. Так откуда вы знаете, что он не пытается вас запутать таким психологическим ходом? Ну, меня это не волнует. В смысле, мой ответ основан на статистике, на замене переменной. На замене переменной? Это был простой вопрос. Но он всё изменил. Поясните. Ну, в первый раз вероятность правильного выбора составляла 33,3%. Но после того, как он откроет одну из дверей, она составит 66,7%, если я изменю свой выбор. Поэтому я выберу дверь номер два и поблагодарю за лишние проценты. Точно. Если вы не знаете, какую из дверей открыть, всегда принимайте в расчёт замену переменной. Большинство не изменило бы свой выбор из-за паранойи, страха, эмоций. Но мистер Кэмпбелл убрал свои эмоции, и благодаря простой математике он выиграл новенький автомобиль! А на нём удобнее ездить, чем на самокате. Хорошо, господа, на сегодня всё, ваши работы с оценками лежат вон там, уходя, можете забрать. Бен Кэмпбелл, 97%. Я непобедим. Парни, Джилл Тейлор там слева. О, беда. Вот облом. Слушай, пригласи её куда-нибудь, она же не какой-нибудь гений-ракету-строитель. О, вру, она гения. Сам и пригласи. Понимаешь, у меня уже есть подружка. Твоя правая рука не в счёт, Майлз. Очень даже в счёт, при моей-то ловкости. А знаешь что? А может, она мне и не нравится. Ага, это видно. Слушай, ты тут говорил про жизненный опыт. Ну, по-моему, секс с такой девушкой — это уникальный жизненный опыт. Кэмп! Ты гений. Пошли со мной. Извини. Пошли со мной. Давай. Куда мы идём? Увидишь. О, почётный гость. Как дела, Бен? Нормально. Раньше бывал здесь? Да. На занятиях по органической химии. Как сдал? На... На отлично. Профессороса. Просто Микки. У меня проблемы с контрольной? Ты нашёл более эффективный метод нахождения корня заданной функции, чем у Ньютона. Это не проблема, а победа. Впрочем, Исаак Ньютон давно умер, так что борьба, в общем-то, шла не на равных. Так, это математический кружок? Детский звук. Ребята, повежливей. Киана. Фишер. Чой. Джилл. Ты умеешь играть в Блэк Джек? Нет. Ну, это очень простая игра. Ты играешь против дилера, тебе сдают две карты, картинки оцениваются в десять очков, выигрывает тот, у кого сумма ближе к двадцати одному. Если перебор, проиграл. Самая популярная игра в мире. Важно помнить, какие карты уже вышли, а какие еще в колоде. И в ней все просчитываемо. Это, типа, карты считать? Нет. Это, типа, стать очень, очень богатым. Вы считаете, карты? Вы все в команде? Да. Когда? По выходным и праздничным дням. А где? В Вегасе, милый. А что нужно от меня? Ну, скажем так, у нас открылась вакансия. Да? Джимми взяли в Гугл. Да-да, Джимми взяли в Гугл? Повезло, согласен. Но если вы здорово зарабатываете, почему он ушел? Я сказал Гугл, а не пиццерия. Это безумие. Нет, Бен. Это прибыльно. Нет, я не смогу. Нет, извините. Да, ладно. Будет весело. Да, Бен, у нас весело. Нет, дело не в этом. Я только что получил на работе повышение, так что... Сейчас мне это не кстати. У нас больше платят. Но я не могу летать по выходным в Вегас. Почему? С учебой здесь у тебя все в порядке. В Гарвардскую медицинскую школу ты уже принят. Откуда вы знаете? Интересуюсь успехами своих студентов. Ну, к тому же я очень занят на научном конкурсе. Вы же знаете про конкурс 209? Я конструирую машину, которая ездит сама. И мы с друзьями посвятили этому больше года, так что для меня это важно. Бен, пусть машина сама по себе и едет. Слушай, тебе дан не только редкий ум, но еще и собранность. Ты управляешь эмоциями. Мыслишь логически. Бен, ты рожден для этого. Ты развлечешься как никогда раньше. Это идеальная схема. Спасибо. Я... Правда, это не мое. Так что я... Извините. Бен! Надеюсь, то, о чем мы говорили, не выйдет за эти стены. Нет, конечно. Нет. Я бы не хотел лишиться такого студента. Ты понял? Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok